Какие пособия и льготы дают при рождении ребенка? Выплаты из федерального бюджета, единовременное пособие, выплачивает Фонд социального страхования. Для оформления один из родителей должен обратиться по месту работы в отдел социальной защиты или в любой МФЦ. Размер пособия 17 479 рублей. Кроме того, существуют пособия по беременности и родам на 70 дней до и 70 дней после родов. Оно составляет 100% от среднемесячного заработка. После этого нужно подать документы на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 40% от заработной платы, но не больше 26 152 рублей. Рассчитать сумму можно на сайте Фонда социального страхования, ссылку на который я оставлю в описании под видео. Для неработающих родителей оно составит 4512 рублей за первого ребенка и 6 554 за второго и последующих. Оформляется также через районы МФЦ. Если среднемесячный доход на члены семьи не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума по региону, то один из родителей может претендовать на ежемесячную выплату. Это правило распространяется как на собственного, так и на усыновленного ребенка. При этом обратиться в районы МФЦ нужно не позднее полугода после появления нового члена семьи. Размер пособия зависит от субъекта Российской Федерации. Так, в Москве выплаты составляют около 14 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге около 10 тысяч рублей. Также существуют пособия по постановке на учет в медорганизацию на ранних сроках беременности – 649 рублей. Ряд пособий для жен военнослужащих. Материнский капитал. Пожалуй, самой серьезной финансовой поддержкой для молодых родителей является материнский капитал. Сертификат может получить как женщина при рождении или усыновлении второго ребенка, так и мужчина, если он является единственным родителем или усыновителем за второго и последующего ребенка. Для оформления материнского капитала необходимо обращаться в пенсионный фонд. До 2020 года размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Чаще всего материнский капитал тратят на улучшение жилищных условий. Семья вправе пустить деньги на первый взнос по ипотеке или оплату уже имеющегося займа на покупку или строительство жилья. Кроме этого, сертификат можно использовать на оплату образования детей, товары или услуги для детей, инвалидов или же включить деньги в накопительную часть пенсии матери. С 2019 года требования к жилью, которое можно купить за маткапитал, стали строже. Пенсионный фонд запрашивает данные по каждому объекту недвижимости перед сделкой. Если жилье находится в аварийном состоянии, то в выплате откажут. Ранее существовали незаконные схемы обналичивания, когда родители покупали разваленную избушку в деревне и выделяли в ней доли для детей. По данным правоохранителей, это позволило обналичивать до половины маткапитала. Также с этого года сертификатом нельзя гасить кредиты от физических лиц и сомнительных организаций. ПФР перечисляет деньги только банкам с лицензией или потребительским кооперативом, при условии, что с момента их основания прошло более трех лет. Наконец, материнский капитал можно использовать для строительства дома. В этом случае ПФР переводит деньги строительной фирме или же напрямую родителям, если стройка ведется самостоятельно. При этом первая часть оплаты возможна только после официального разрешения на строительство, а вторая происходит по факту выполненных работ. Возможно, в будущем материнский капитал можно будет использовать и для покупки автомобиля. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла группа депутатов. По их замыслу машину в таком случае нужно будет оформить в общую собственность детей. При этом автомобиль должен быть отечественного производства и иметь не менее трех мест для пассажиров. Льготная ипотека. Уже сейчас родители, воспитывающие двух и более детей, могут воспользоваться семейной ипотекой. Действие этой программы распространяется только на новостройке, однако на выгодных условиях. Ставка не превышает 6%. А для жителей Дальневосточного федерального округа и 5%. Минимальный первоначальный взнос по этой программе 20%. В ближайшее время в России могут появиться и льготные ипотечные кредиты для семей с детьми, инвалидами. Поручение изучить этот вопрос правительству дал Владимир Путин. Доклад президенту подготовят до 1 сентября этого года. Еще один законопроект успешно прошел первочтение в Госдуме. Документ подразумевает компенсацию ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Авторы законопроекта предлагают распространить его действия на готовое и строющееся жилье. С вами был эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Если остались вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на меня. До новых встреч!